Чтобы дать возможность проявить себя гипотетическим кластером, находящимся на стыках, нужно вернуться к исходным данным и провести перенос неполный. Сначала создать пару переменных новых из исходных факторных переменных. Как бы отобразив относительно горизонтальной оси и провести кластеризацию. Таким образом мы дадим возможность проявить себя вот этим, возможно неучтенным в нашей кластеризации, кластером. То есть найти вертикальную закономерность, найти горизонтальную закономерность. И после этого снова вернуться к исходным переменным. И произвести отображение относительно вертикальной оси. Чтобы дать возможность отразиться, проявить себя вот этой закономерности, если она здесь есть. Вот этой закономерности. После того, как произвели эти две процедуры, создали набор, два набора из двух переменных новых, произвели на них кластеризацию, оказалось, что все равно кластеров два. Основные закономерности внутри каждого из них сохранились. Разница состоит в том, что часть вот этих объектов в одном случае попала в первый кластер, в синий. В любом случае часть вот этих объектов попала в первый кластер. Пограничные. Объекты попали в первый кластер. Больше никакой разницы нет. Более того, если внутри каждой из этих вспомогательных моделей построить опять же регрессии, мы увидим, что эти регрессии практически сохранили свои величины. И знаки, разумеется, тоже сохранили. Но кластеры менее равномерно наполнены за счет того, что пограничные объекты перешли в первый кластер, второй кластер стал еще менее наполненным. Таким образом, можно утверждать, что здесь не просматривается какой-то альтернативной, существенно отличной модели, в которой было бы, допустим, три кластера, четыре кластера, или наоборот, не находился бы второй кластер. То есть...